Альфред Грибер Авторский курс «Иврит для начинающих» Урок номер 52 Формы настоящего времени глагола «ладат» Урок ведёт Альфред Грибер В уроке номер 51 был упомянут глагол «йодэа» в следующем предложении. Они лё йодэа мали агиды. Я не знаю, мужской род, что сказать. Они лё йодэа мали агиды. Глагол «йодэа» является обычным и неполным глаголом. Данный неполный глагол характеризуется тем, что первой буквой корня является согласная буква «юд», которая в некоторых глагольных формах выпадает. Например, это происходит уже в инфинитиве данного глагола. Глагол «йодэ» имеет инфинитив «ладат» со значениями «знать», в смысле иметь сведения, уметь. К оставшимся буквам прибавляется буква «тав». Форма инфинитива может быть представлена моделью «ла», «два», «а», «три», «ад» с ударением на «а» после второй согласные корни. Например, «Авпам» и «эвшар» ладаат. Никогда невозможно знать. «Авпам» и «эвшар» ладаат. Слово «аф» имеет значение «также», «даже», «ни», «аф». Отрицательная частица «и» имеет значение «не», «и». «Авпам» и «эвшар» ладаат. Глагол «настоящего времени мужского рода» единственного числа имеет форму «йодэа» и может быть представлен моделью «один о», «два э», «а», «три» с ударением на «э». Например, «гуйодэа», «хамэш», «сафот». Он знает пять языков. «Гуйодэа», «хамэш», «сафот». Количественное числительное «хамэш» имеет значение «пять» женского рода», «хамэш». Существительное женского рода единственного числа «сафа» имеет значение «язык», «речь», «губа», как часть рта, «берег», как край земли у воды, «сафа». «Гуйодэа», «хамэш», «сафот». Глагол «настоящего времени» женского рода единственного числа имеет форму «йодаат» и может быть представлен моделью «один о», «два а», «триат» с ударением на «а» после второй согласной корни. Например, «илё йодаат альзэ клюм». Она не знает об этом ничего. «илё йодаат альзэ клюм». Слово «зэ» имеет значение «этот», «эту». «Вот уже», «вот уже», «когда речь о времени», «уже», «зэ». Слово «клюм» имеет значение «ничего», «ничто», «клюм». Глагол «настоящего времени» мужского рода множественного числа имеет форму «йод им» и может быть представлен моделью «один о», «два три им» с ударением на «и». «Например», «гэм йод им шейлот учувот». Они знают мужской род вопросы и ответы. «Эм йод им шейлот учувот». Существительное женского рода единственного числа «шейла» имеет значение «вопрос» для ответа или как «проблема» задача «шейла». Существительное женского рода единственного числа «чува» имеет значение «ответ» на вопрос «раскаяние религиозное» «чува». «Глагол «настоящего времени» женского рода множественного числа имеет форму «йод от» и может быть представлен моделью «один о», «два три от» с ударением на «о» после третьей согласной корни. «Например», «гэм йод от арбе матконим шэль угод». Они знают женский род много рецептов пирогов. «Гэм йод от арбе матконим шэль угод». Существительное мужского рода единственного числа «моткон» имеет значение «рецепт», «кушание» и тому подобное. «Моткон». Существительное женского рода единственного числа «уга» имеет значение «пирог», как кондитерское изделие, торт «уга». «Гэм йод от арбе матконим шэль угод». «Гэм йод от арбе матконим шэль угод». «Например», «гэм йод от арбе матконим шэль угод». Продолжение следует...